Добрый день, друзья! На связи Андрей Веденьев и сайт businessformula.ru. Недавно у нас была встреча с группой и мне задали очень интересный вопрос. Вопрос был такой, мне сказали, Андрей, слушай, ну у тебя сейчас все хорошо в бизнесе, ты зарабатываешь примерно 20 тысяч долларов в месяц, большая команда, свободное время и так далее, и так далее. Но многие новички, они ж до такого результата просто не доживают, они, может быть, начинают получать какие-то результаты, но потом сложности оказываются сильнее и они уходят из бизнеса. И у тебя же тоже, мне сказали, было так. То есть у тебя не сразу же такой результат получился, первые несколько лет результата не было. И это правда, у меня там через два года спустя после начала занятий сетевым маркетингом чек был, ну сколько там, 200 баксов в месяц. То есть в принципе там незапредельно, вообще ни о чем. И вот почему ты не ушел из бизнеса, несмотря на то, что у тебя не получалось. И я начал думать, а действительно, что меня собственно сохранило в этом бизнесе. И очень интересный вывод мне пришел в голову. Вы знаете, вот я вам сейчас объясню свое понимание этого бизнеса. У многих сетевиков формируется искаженное представление о деньгах. Ну потому что мы на событиях, сейчас уже в интернете, в видео, мы видим огромные доходы, фотографии огромных чеков, миллионы рублей, десятки, сотни тысяч долларов. То есть мы видим примеры большого успеха. И у нас смещается представление о деньгах, оно искажается. Начинает казаться, что доходы там вот в 500, в 200, там в 100 долларов, это что-то маленькое, незначительное и вообще ни о чем. Я, можно сказать, вообще просто неудачник, если я зарабатываю 100 долларов. Так вот, вы знаете, мне повезло, у меня не было такого представления о доходах. И конечно, да, я видел на сцене чеки людей, которые зарабатывают 80 тысяч долларов в месяц, да. Но при этом, когда я зарабатывал 100 долларов или там 200 долларов в месяц, свои первые 100 долларов, когда я заработал, я был счастлив. Ну вы просто вот поймите, я до этого только работал по найму и все. И единственный мой доход, который я умел получать, это была зарплата. Ну понятно, что она была выше там в 10-20 раз, чем мой чек от сетевого маркетинга, но это была зарплата, ничего другого я не умел. И когда я заработал 100 долларов в бизнесе, это небольшие деньги, но они совсем другие, совсем другие ощущения. То есть у меня не было ощущения, вот какой у меня маленький чек, ничего у меня не получается. У меня было ощущение, что я просто крут, нереально. Я в бизнесе заработал свои первые 100 долларов, потом вторые 100 долларов. Пусть у меня небольшой доход, но это доход от бизнеса, у меня все получается. То есть видите, в чем разница. Многие новички говорят, ну я зарабатываю всего там 50-100 долларов в бизнесе, у меня ничего не получается. У меня была совершенно другая картинка в голове, я себе говорил, я зарабатываю 50-100 долларов в бизнесе, у меня получается, я молодец, я делаю первые шаги. Да, конечно, тот человек на сцене зарабатывает 80 тысяч долларов в месяц, я зарабатываю 200, но я тоже по-своему крут, я тоже по-своему молодец. И я иду к этим там 80-100 тысяч долларов. Да, иду не быстро, да, получается пока как-то медленно, но я иду и я дойду. И вот то, что я хочу вам предложить сделать, переоценить ваши результаты в сетевом маркетинге. У вас появился первый партнер, это отличный результат. Вы провели несколько первых встреч, это отличный результат. Вы начали зарабатывать первые 50, 70, 100, 200 долларов, это суперрезультат. Это деньги от бизнеса, это другой тип дохода. И это ступенька к тому, чтобы выйти на огромный чек и на действительно доход, который будет приходить уже в пассивном режиме. Так что я вам желаю стать профессионалом в вашем бизнесе, профессионалом в нашей профессии в сетевом маркетинге. И постепенно, постепенно выйти вот с тех небольших результатов, которые у вас есть сейчас, рано или поздно дойти до огромных чеков. Чтобы уже вы показывали свой большой результат со сцены и вдохновляли огромное количество других партнеров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!